Кисточку не моем, не промахиваем, только маканием берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белильца, сделала сметанный замес, взяла синильца, взяла розовый и перепачкать полностью. Там очень сильное влияние солнечного света, ты видишь, да? Солнечного света. Антипод солнечному свету, тень, солнечный день, синих, поэтому он выбрал для фоновых историй именно сиренево-синий, полностью избавиться от белого, вот этой синюшкой. Хорошо? Вот так, штриховательно, лежачий к холсту фистью, не обязательно там выравнивать, пусть оно все немножко мигает штрихом, все полностью избавится, полностью-полностью. Разбел вот этого цвета, кадмия. Он очень солнечный по отношению к фиолетовому. Он цвет алый, и очень внятно создает настроение солнечности. Есть такое, да? Это шон, да? То есть то, что за кувшином. То есть мы сначала сделаем то, что сзади, а потом добавим то, что заслоняет. Он есть, и желтоватые проявления, но желтоватые обязательно в компании с красноватыми, иначе желтый станет противно-зеленым, нас это не устраивает. Вот такой клубящийся дымочечек, клубящийся дымочечек света. Чуть больше белил, он внятно светлее, чуть меньше белил. Он смуглее, да? Вот такое. Как пастельными мелками. После этого, в эту среду, ты будешь брать желтый, бирюзовый, и появятся первые звуки пальцем. Пальцем уложишь первые звуки этих листочков. Вот они, вот они. Вот такусенькие листочки. Вот такие. Прикольно? Само по себе уже красиво. Причем кисть вот так изящно с трудом работает. Палец легко. Ты видишь, палец идет и против шерсти, и по шерсти. То есть не только так, но и против шерсти. Потом ты будешь брать тряпочку, подтирать место под цветок, и на это место укладывать идею будущего цветка. Пока только идею, без конкретного содержания. Чуть там пару светиков оставила. Все. Этот готов. Следующий, следующий, следующий. Хоровод, взаимоотношения цветков, композиционно, да, как они в хоровод собрались, обнаружить. То есть их отношения между собой, относительно горизонтали, относительно вертикали, все это хорошенечко обнаружить. Хорошо? Кувшинчик тоже чуть-чуть наметишь. Сначала там задник чуть-чуть тронешь. Потом кувшинчик наметишь. Теневую его наметишь. Грязненькую теневую наметишь. С сиреневиной, с голубиной наметишь. Вот эти темноты тоже пальчиком нашвыряешь, нашвыряешь. А потом пойдем дальше. Возьмем что-нибудь такое. Сейчас зачистим чуть-чуть. Возьмем что-нибудь вот такое яркое. Подставим мощно. Мощно. Свет любит густую краску. Теневые не любят. Поэтому там, где мы имеем свет, вот с такой мощностью его бросаем. И сразу становится понятно, что это свет. Что это не светлое пятно, а это именно свет. Именно потому, что свет любит густую краску. Вот знание этого сразу дает художественность решения всей задачи. Потому что неопытный не знает, что светлые партии любят густую краску. Вот это белизна света. Но краска, видишь, придавливает, да? Придавливает. Она от придавленности имеет сиятельный характер. Здесь какие-то цветовые. Вот они, вот они. Но они уже в тени, поэтому они уже без густой краски. Свет с густой краской. Так. Хорошие звучики везде, везде. Теперь надо с тобой обязательно начать видеть. Вот помнишь, ты когда сюда смотрела, да? Свет из-под теневой. Здорово было. Когда я вот здесь очертил светиком из-под теневой. Здесь у нас есть свет из-под теневой? Покажи. Самое главное. Вот тут. Вот она теневая. Вот шар букета освещен отсюда. Так же, как и шар предмета. И теневая у него тоже здесь. У шара букета теневая здесь. Поэтому, если мы именно в это место нашвыряем свет из-под теневой, у нас появится эффект пространства. Смотрим. Появился, да? Сразу. Раз. Так, по щучьему велению, появилось пространство. И мы теперь эти цветочки обязательно держим несколько более смуглыми, чем фановая история. А фановую историю сделали несколько светлее. Не потому он сделал этот свет, что там точно был вот в таком количестве свет. Хотя он обычно там есть. Он бывает просто не в таком количестве. А потому что он знает, что из-под теневой свет сразу создает эффект предмета в пространстве. Еще один красивый у него свет из-под теневой, это вот этот. Который здесь вот выскочил из-под теневой кувшинчика. То есть он его тоже нахально подставил, даже если его там не было. Это хитрый ход. Немножечко можно кистью взять темноты. Ну, допустим, коричневый, зеленый или коричневый, голубой. И сделать вот этот чернявый каркас картины. Чернявенький. То есть он чуть-чуть. Вот эти темности в том числе. И здесь они как бы создают темный каркас картины. Тоже неплохо, да, прозвучало, именно как каркас. Согласна? То есть можно было бы это... Там наверняка не было так темно. И там наверняка не было так темно. Он это усиливает, чтобы появилась контрастность. Ну и, так сказать, нарядность исполнения. Может там было вообще все бледно. Хотя можно было бы бледно, да? Ну, в данном случае он поступает вот по такой технологии. И мутник. Мутник. Значит, доиграешь эту партию. Здесь тоже как бы из-под теневой свет. Потому что снизу предметы тоже теня. Поэтому тоже чуть-чуть светика на швырять. Ну и продолжаешь, продолжаешь в том же духе. Пока все, все умненько. Перечисляешь цветики, эти рефлексики. Рефлексики. Идею цилиндра. Смотри, легким движением идея цилиндра, да? У него там нет этого. Но если ты это сделаешь, не пострадает твое изображение. А только обогатится. Ну, может быть, перебор уже этих. Хотя идея правильная. Но немножко перебор. И здесь не так светло. Все-таки книзу чуть все слабеет. То есть при общей тенденции чуть-чуть сбить нарочитость. Вот это вот состояние, оно здесь выражено. Хотя это к ягодке на свет мало имеет отношения. Но засвеченность светом, засвеченность светом, она здесь тоже есть. Аж вот такая. Если мы ее хотя бы слегка обозначим, будет выгодно. Аж вот так. Сюда он уже и зеленый. Подмешал, да? И всякую разноцветицу. И розовый в разбели. То есть наиграл цвета. Был он там или не был, он захотел, чтобы оно там было. Может там была очень простая ситуация с низом, но он захотел, чтобы она стала цветной. Как бы в поддержку, как если бы вот эти цветы насквозь были пробиты светом и дали свой цвет на плоскость. Так, мы часто встречаем яркий свет, пробивает предметы насквозь. И бросает на плоскость цвет этих предметов. Легенький намечечек. Легкое клубление света над освещенной поверхностью парит как бы светом. Есть такое, да? То есть это тоже хороший, хитрый ход. Он не напрасно его сделал. Это не нечаянное, это чаянное. Вот. Так уж совсем обводить не стоило. Можно было перемолоть. Перемолоть это пятно. А потом вернуть туда эти. И сами цветочки должны быть чуть смуглее, чем в этом месте. Чуть-чуть смуглее, чем свет за ними. Опять же по принципу свет из-под теневой. Цвет светлее, цветочки смуглее. Ну и продолжаем набирать сами цветочки. Дополняем их и теневыми, и световыми. Вот колокол цветка, да? Колоколообразные. Иногда мне вот эти проявления можно нечаянно получить красивое звучание укладки. И если оно произошло, это не значит, что нужно продолжать мять, пока не сделаешь то, что ты видишь на объекте. Поэтому если что-то красивенькое произошло, оставляешь так, как произошло красивенько. Не расправляешься с этим. Хорошо? Идея вхождения света вот по такой траектории, да? Поэтому несколько уместно будет штрих орошающий поверхность. Орошающий с той стороны. Орошающий с той стороны. Ну и потом сюда уже выйдешь и создашь снова лепесточки. Ну и помни, с цветочками. Правильно любят густую краску световые. И любят не густую, такую растертую. Можешь даже вот, смотри, вымакивать до прозрачного состояния теневые места. Хорошо? Угу. То есть теневые недолюбливают густую, цветовые любят. Поэтому если что, аж вымакиваем. И успеваем посмотреть, не получилось ли чего красивого. Ладно? Угу. Так, хорошие, очень все хорошие звучики. Молодец. Все прекрасно понимаешь. Чуть смуглее можно. Коричневый, розовый. Аж вот такие проявления. Аж вот такие. Черный, в данном случае, будет коричневый. Вот эту заслоненность. Как будто лампочка внутри, да? Вот так аж звучит. Так, табличек красный. Грязноватый красный вот здесь. На него рефлексы зеленого набросились. Согласна, да? Плюс у них у основания тоже есть собственный зеленоватый цвет. Вот это настроение тюльпановое, да? Покажем. Угу. Так, хорошие все звуки, отличные. Чуть не хватает солнечности. Такой желтоватого разбела. Вот этому пятно. Да? Такой прямо солнечности. Угу. Угу. Смотри, толкнул туда, толкнул оттуда. Угу. Ну, чуть-чуть еще. Все хорошо. Давай еще немножечко и молодцом. Можешь... Ваш гляжевое, мы их петряла. Что, что, что? Ваш гляжевое, мы их петряла. Ну, ты понаблюдала, да? Да. Сейчас попробуй их поделать. Немножечко сбей настроение вот тоже в сторону орошенности. Чуть-чуть так вот. Чуть-чуть, чтобы вот это настроение было. И можешь темноту немножко подогнать. Мне кажется, вам там пригодится грязноватую, синеватую темноту. Такое более мглистое состояние угла. Хорошо? Угу. Скучновато. Какой-то рогатина какая-то. Куриная лапка. Смотри, там один короче. С повар света. Другой длинный. Третий на бочочке только. Тебе столько мазков нужно поставить, если ты хочешь сегодня успеть. Что у вас спросить? Я понимаю, что ты ждешь спросить. Но у тебя работа непочатый край. Такой рваный, немножко огоньковидный. Характер изображения, да? Они как будто бы немножко пламенеют. Хорошо сляпала, очень хорошо. Ну, тоже увлеклась полосочками. То есть нет хоть чего-нибудь цельного. Согласна? Да. Слишком он был полосатый. А так целый. Цельный, крупный. Да. Ну, ты же увидел, когда я поправил, да? Да. Просто, ну, все девочки увлекаются вот таким. К тому же, ты как бы еще побаиваешься делать решительные какие-то вот такие действия. Ты согласна? Ты просто их побаиваешься. Их надо дома ощупать, чтобы они вообще появились в арсенале руки. Согласна? Да. Чтобы ты, когда тебе нужно что-то такое, а вот ты это делала, пусть на тренировочном холсте, но делала. То есть, ты видишь, я буквально нападаю на цветок, вместо того, чтобы его как-то лизательно писать. Крупность, да? Не только мелкая рябушка этих. Иногда в расчете на удачу. То есть, мы видим приблизительное звучание пятно. Стараемся сделать просто жест в духе вот этого, вот этой приблизительности. То есть, не обязательно все должно быть одинаково вырисовано. И даже прикольно будет, если вдруг вот такой недовычерченный. Вот эти вполне колокол цветка вычерчен, да? А здесь вот такой недовычерченный. И симпатяга. Ну, конечно, сейчас. Используйся. Используйся. Продолжение следует... Прикольно? То есть не только вычерченный характер, но и мутный, теряющийся. Вот меня вот этот еще рок смущает. Вот если бы ты была бы чуть поопытнее, не потому что ты не способна увидеть это, но просто если бы ты была бы поопытнее, ты знала бы, что вот такие крюки не звучат. Смотри, вот он ушел в пространство с змейкой, да? Не крюком, а змейкой. Похожим образом и этот парень. У него нет ни намека на крюк. И даже непонятно, почему человек рисует крюк. Там, где его и близко нет. Мало того, если бы ты была бы чуть-чуть поопытнее, ты бы вот так сделала. Смотри, смотри. Он бы у тебя, вот нижняя его часть... Сейчас, нет. Смотри, край какой. Не просто ровный крюк, а волнистость. И у этих самых, у тюльпанов вечно такие края. Края листьев. Волонятся. Ну и тоже совсем не обязательно, чтобы здесь торчал крюк. А тем более, штырем. Это же штырь? Да. Да не будет штыря. То есть, все, что неблагозвучно. Крюк неблагозвучно. Штырь неблагозвучно. Убираем. Так поприкольнее? Вот. Вот это очень агрессивный кусок. Там тоже, правда, агрессивный у него. Но давай немножко смягчим. Для периферии картины слишком агрессивный. И чуть-чуть смягчим вот здесь. Мне кажется, что закончили. Ты согласна? Да. Ну, чтобы все напряжение было в центре. И не так напрягалось по краям. Ну, в общем, молодец. Это очень нравится. Ну, такой маленький. Спасибо.